Есть планы, чтобы создать следующий альбом в Беларуси? Есть, конечно, безусловно. Я думаю, что как только закончится конкурс в Евровидении, мы приступим и закончим работу над альбомом и будем уже думать и вести переговоры с компанией, где вы его пускаете. Во-первых, у них есть планы, и когда в Евровидении будет закончена, они сделают все свои вещи, чтобы закончить альбом. И потом они будут играть, которые будут играть. Как вы чувствуете себя на этой большой сцене? Вы делаете какие-то специальные препарации, когда вы идете на сцене? Да, то есть, когда ты начал сцену, есть какой-то ритуал, да? То есть, ты можешь, что ты делаешь? Я вообще в принципе сцены не боюсь. И в основном никогда не волнуюсь. Но в определенный момент я замолкаю, ухожу от всех. Потом ко мне подходит моя любимая женщина. Я ей говорю, что я ее люблю. Она мне говорит, что я лучше всех. И я ровненько, спокойно, иду на сцену. Окей. 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 Есть творческие позиции, которые я могу обсудить с людьми, которые в этом же понимают. Итак, первое, когда Беларусь-Departy появился первый раз, это был дуэт Александр Константин. Он был в Туркии в 2004 году. Это была первая коллаборация с нашим представителям. Таким образом, как Тима Култун и Русандрик, конечно, они встретятся и могут встретиться где-то в концертах. Они знают друг друга, но они не дали ему предложение, потому что он профессиональный сын, и он не боялся в концертах. Таким образом, я думаю, что юный желудок – это просто желудок. Как это может быть. Это сильнейший. Питер, вы слышали какие-то другие европейские входы для этого года? Привет. А по-фильмам. Есть ли вам какая-нибудь, ну, с военного года, какая-то нравится? С военными? Ну, немного чего нравится. Мне нравится Норвегия, мне нравится Майта, мне нравится Англичанка, очень нравится. И все шикарные волосы. Турчанка. Ну и все, я пока так неисловно. А, ну, Сахис, да, Сахис, да, Сахис. Сахис у нас отдельная флешка. Сахис меня чуть не слушает. Подружески. Хорошо. Так, ну, много перформеров, которые он мог бы назвать, это, конечно, ребята из Норвегии, которые были русские. Таким образом, это Киара из Майта, и Джей из ВК. И она имеет хорошую голосу. А, ну, я не знаю. Да, конечно, Сахис. Да, Сахис получался на мою жизнь. Да, Сахис получался на мою жизнь. Сахис, да, Сахис looks like. What the fuck? I love the army. Fantastic. Peter, thank you very much for taking the time. And also, thank you to Anastasia, for translating. All the rest and luck at Eurovision 2009. Спасибо за просмотр!